итак ладно ребят всем привет кто только присоединился в частности ну и продолжим продолжим проходить кисеки и идем к следующему заданию мы тут немного мы сделали всякое разное вроде бы готовы и вперед идем спасать следующих есть довольно много пунктов скажем так осмотра на дороге ведущие на дорогах окружающие пару поэтому мы не сможем войти оттуда однако то сэмпай и другие думаю смогут нам найти подходящее место для посадки ринс когда будешь готов дай мне знать просто так на этом заданием обязательно должны присутствовать рин юна курт алтина эллиот фии или сара в общей сложности должно быть не больше в 8 окей так мы готовы хорошо тогда дай знать об этом то сэмпай так и так начинается ну брифинг по поводу того как проникнуть в старую столицу как и в случае с ордисом как бы по плану они изначально решили нет как в случае с ордисом они в этот раз собственно пошли на старое место тренировать тренировочного полигона и начали обсуждать еще одной проблемы проблемы в процессе или что подобное мы смогли найти путь в старую столицу однако у нас до сих пор нет ну план маршрута того чтобы добрать добраться до людей которые держат там заключение да в старой столице нет подземного водного пути который могли бы использовать как в ордисе значит это единственный способ проникнуть в особняк это через парадную дверь понятно это место довольно маленькое ну я думаю что нет практически невозможно чтобы мы смогли бы проникнуть через парадную дверь через такое большое количество охраны это да возможно лорда баллад сам это все спланировал специально так сходя из того как что я поняла когда говорила с ним во время конференции я поняла что он довольно комбинентный в таких вопросах человек на самом деле когда дело доходит до защиты до защиты своих собственных да своих собственных интересов до защиты своих собственных интересов и собственности он 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 может хорошенько поработать в конце концов он был ослеплен желанием своими и стал пешкой правительством Да, помимо прочего Он вызвал большой инцидент В Уордите Да, для нас было бы слишком легко Если бы все было просто Ну, другими словами Не все так легко с ним Он настолько наивен Верно Однако есть Куча возможностей Все-таки воспользоваться Им Спасибо, Санфай Это Хорошая информация Да, мы найдем способ проникнуть Ну, мы скоро прибудем Так что готовьтесь, ребят Так, восемь членов Фи или Сара Ну, давайте возьмем Фи для разнообразия Так И возьмем Лаурон И Алкина уже есть Ну, возьму тогда Мюзи Путь уволи Не Мюзи важнее Так, ну ладно Думаю, сойдет Как бы насчет Лауры Даже не обсуждается Она всегда Будет с нами Со мной Субтитры создавал DimaTorzok Это место Где мы ранее Дрекена Обнаружили Я рада Что мы смогли Благополучно вернуться Однако Тут так тихо Никого тут нету Ну, я думаю В этом месте Мы хорошо сможем Спрятать Валимары И все остальное Да Ну, что ж Тогда погнали В Сейнт Арк Как только покинем Эту область Мы сразу должны Пойти в сторону севера Понял Тогда пойдем С осторожностью Ну, что ж Погнали Да уж Вот настало время Эллиота Ярко Надеюсь Ты довольна Что ж Сейнт Арк Валимар Валимар Продолжение Открыть Уси Валимар А ну, подожди Игорь Продолжение Продолжение Уход Важную Подождите Да, я вижу, да. Ну, хорошо. Ближайшие часа, не знаю, 2-3, наверное. Сколько это задание будет длиться? Он будет у нас тут, центр внимания. Оу, у них там... Да, это выглядит плохо. Это... Магические солдаты. Да, и спецгвардия еще. Да, охрана сильно усилилась с тех пор, как мы были здесь в последний раз. Наверное, не слышали о том, что случилось в Ордисе. Но мы знали, что это будет сложно. Да, похоже, что пройти через парадную дверь будет сложно. Сюда. Мы можем обойти, пройдя через железную дорогу. Гениально. Понятно, это может сработать. А вот и брешь в их охране, защите. Пошли. И таким образом, собственно, все отправились на вот эту линию Парма. И смогли попасть в город через вот это место, которое они не обратили внимания сильно. Да, как и сказал Анжелик, он, конечно, искусственен, умен и там все дела. Да, с защитой своей задницы он может много что придумать. Но видно вот, что имелось в виду. Там еще второй кусок. То, что делает очень, очень, скажем так, ошибки. Новичка. Так. Нам удалось войти довольно без предшествия. Старая столица, Сейнт Арк. И они были тут со времен предыдущего инцидента. Да. Мне, кстати, никогда не знало про эту дыру. Хорошо, что у нас с собой брейсер. А, там и видно еще что-то было. Ну, на самом деле, это навыки егеров тоже говорит о себе. Я еще в прошлый раз нашла этот проход. Похоже, он был полезен и в этот раз. Ну, что ж, давайте начнем наше дело. Да, сначала мы должны собирать информацию, разузнать обстановку. Думаю, что лорд Баллард оказал довольно сильное влияние на этот город, зная его. Ну, мы сами тут совсем недавно были, поэтому не стянялись на нас полагаться. Ну, само собой. Ну, что ж, погнали. Мне еле-еле удалось уйти. Было опасно. Да, с тех пор, как ты... Так как ты наконец-то добрался до сюда, до меня. Я хочу, чтобы ты был доволен, но... Ну, это происходит. Чем поделаешь. У нас нет времени. Нам стоит связаться с Шулией на Уракуэле. Шулия? Это имя. Постойте, а вы, ребят, в случае мне... В случае вы не часть трупы Аркан Сил. Ну, что? Да, мы как бы чай с Аркан Сил, но... Мне кажется, ребят, я вас где-то видел уже. М-да. Я жительница Кроссбэла. Во время одного из наших, скажем так, мероприятий, мы... Я вернулась в город с друзьями, и мы познакомились с Шулией. Ну, понятно. По-моему, я помню, как она что-то говорила об этом. Не, ну, действительно здорово, что мы встретили... Землячку из Кроссбэла в империи. Аркан Сил. Знаменитая театральная труппа Кроссбэла. Да, и когда мы были там в последний раз, мы познакомились с одним из них. А что вы в Саент-Арке делаете? И Шулия-сан. Тот же тут в Империи, но в Роквелле сейчас, да? Ну... Ну, да. Ну, на самом деле... Шулия сейчас вместе с... Где-то там еще. Ну, да, она там с кем-то еще, и... Мы сами вот до недавних пор были в особняке Маркиза. Особняке. Да, мы как бы тут были на гастроле в провинции Ла-Маре. И... Один из советников господина связался с нами. Ну, и когда у нас в графике был небольшой перерыв, мы решили прийти сюда. Ну, реакция этого господина на наше выступление была не так уж и плохим, но... Ну, в конце концов, он вздохнул и воскликнул. Если бы была только музыка и пение... Понятно. Ну, господи, как же он испорченный. Значит, лорд Баулон решил и других людей тоже позвать. Да, похоже, что нечто подобное очень со многими случилось в последнее время. Похоже, что он приглашает всевозможных танцоров и музыкантов всего мира. Да, понятно. Мили, спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ой, по-моему, я сейчас пару фраз пропустил. Блин, это болезнь, сраная. Давайте начнем отсюда. Понятно. Но факт того, что он не был удовлетворен нашими танцами, означает, что нам нужно еще поработать. Нам нужно вернуться сюда, когда Илья Эриксия вернется. Верно. Давайте возобновим свою деятельность, как только они вернутся. И потом сюда. Я постараюсь тоже изо всех сил. Да, я верю в вас, ребят. Передайте Шули и Сан привет от меня, когда... Точнее, от нас, когда увидите. Обязательно. Увидимся, ребят. Ребят, мне кажется, я понял, как мы сейчас будем проникать туда. Это будет весело. А это может прямо сработать на самом деле. Эллиот. Да не, просто кое-какие мысли так. Мне нужно еще немного подумать. Не обращать внимания. О, господи. Не, ну, ребят, если... Ну, это может быть эпичненько, эпичненько. Танцующий Ирин. О, господи. И Курт. Как бы девочки еще, ладно. Ну, я Эллиот тоже, как бы, Эллиот у нас вообще скрипач, так что, наверное, будет играть. Так. Ну, наверное, кто-то будет танцевать, кто-то играть музыку, именно мелодию, и кто-то петь. Ух ты ж, блин. Ну, ребят, нас ожидает веселье. Походу. Так, тут у нас есть что-то. Есть. Есть. Ну, значит, дальше отсюда находится поместье Хаямса. Вы, ребят, в прошлый раз не смогли оттуда проникнуть, как я полагаю. Да, как и сейчас. Тут хорошая охрана была. Так что мы даже близко не смогли больше подойти. Надеюсь, действительно будет... Мы действительно сможем найти путь для проникновения. Заткнись! За кого ты меня принимаешь-то вообще, э? Ты знаешь, что я такой? Понятно. А вот и этот, сволочь. А это... Да... Двоюродный дядюшка. Двоюродный. Лорд Баалар. Не видел его... В тех пор, как мы были в Ордисе последний раз. Я собираюсь просто проинспектировать первый урок этого дела. Так что это не должно вызвать никаких проблем. Ну, ваш эксподин, пожалуйста, не нужно нас так сильно беспокоить. Да, пожалуйста, поставьте посетителей и дела, особо связанные с общественностью, на нас. Мы предпочли бы, чтобы вы остались здесь и выполняли свои обязанности. В смысле, мои обязанности. Вы хотите, чтобы я сидел там весь день и пописывал бумаги? Да и вообще, это город скукота смертная. Где, чувак, возьми в этом городе, блин, казино, клубы? Эй, подождите. Господи, я не хочу опять в эту скукоту. Да, никак не сдохнет. Не знаю даже, что сказать. Да, он оставляет. Он производит совершенно другое впечатление, чем я думал. Да, это, конечно, довольно все непросто, когда у тебя спецгвардия рядом, что контролирует тебя кем. Тебя кем, да. Контролирует тебя, и ты являешься, как бы, типа, по идее, главой тут. Да, на самом деле, спецгвардия тут, кажется, намного более кабинетнее. Ну, или он в случае. Более-менее поняли обстоятельства и тут. Положение Лорда Баланда в сети, в городе. И состояние... Ну да, и в каком состоянии спецгвардия. Ну да, возможно, мы действительно сможем вот с этим сделать. Субтитры сделал DimaTorzok Так, ребят, походу, веселье нужно ожидать все-таки. Никакого ответа. Где... Где же все-таки отец? Эй, слушайте, это не... Да, мы встречали ее в соборе ранее. А вы с случаем... Неужели это с случаем... Она? Ну да, я в прошлый раз... Когда я бывал в старой столеце, я с ней разминулся. Ну да... Похоже, в этот раз было близко. Ну, вы... Давно не виделись, сестра. Давненько я о тебе ничего не слышал. Рад, что ты в порядке. Че? Понятно. Не показалось, что цвет волос знаком. Эллиот. Эллиот, это ты. Никогда не подумал, что я тебя снова увижу. Постой. А ты с белыми волосами... Давно не виделись, Фионаса. Многое случилось. Странно, что она не бросилась на него. Собственно, Эллиот, Фиона Крейг. Так. Ну что ж. Позвольте мне еще раз представиться. Старшая сестра Эллиота, Фиона Крейг. Но я не знаю, что те, с кем я разговаривала. В прошлый раз были на самом деле члены нового седьмого класса. Это тоже... Это может быть, что вы. Должно быть, это... Славление богини. Я даже не думал. А что вы... Сестра Эллиота, Санэ. Ну, я видел информацию о вас в базе данных во время гражданской войны. Ну, что-то все как-то это вылетело у меня из головы прямо. Да, я никогда не подумал, что мы вот так встретимся. Но мне и Саре она помогала, когда мы стали брейсерами. Ой, забудьте о том, что все прошло. Ну, Макис и я, мы встречали ее несколько раз после гражданской войны. Особенно учитывая тот факт, что до столицы можно было добраться лишь одну остановку, пройдя. Прости, что я не особо много потом с тобой как-то не связывался после выпуска назначения в новом месте работы. Ой, да никаких проблем. Я знаю, насколько вы заняты были. Но я просто рад, что вы в порядке. После того, как все в класс 7 пропали. И мы потеряли какие-либо следы о тебе, Элю Тим. И тебе, Эн Куне. И потом мы попали во все это. Да. Я чувствую себя намного лучше теперь, когда нашел тебя, сестры. Прости за беспокойство. Да все нормально. Я знал, что ты будешь в безопасности где-то седьмым классом. Теперь, если бы я могла бы еще узнать, что случилось с Нейтридом, Саном и отцом. Это имя. Командир 4-й танковой дивизии, генерал Крейг. И полковник Нейтрид. Который был в том же классе, что и мой брат. Кстати, да. Мы думали о том, чтобы пойти в крепость. Андрей Кнор. Ну, как я понимаю, в старую столицу вы не пришли в поисках Элита. Я давненько ничего не слышал об отце и, собственно, Нейтриде. И путь в крепости, кстати, теперь полностью перекрыт еще. Да, и эти двое действительно должны быть очень сильно заняты надвигающейся войной. Ну, а причина, по которой безопасность вокруг крепости настолько большая. Какое время. Интересно, связано ли это с тем, что происходит в особняке? В особняке? Да, ну, на самом деле. Как мне не рассказывали про то, что кого-то из друзей и торса там держит. Понятно. Сестра, у тебя случаем нет какой-нибудь информации, что могла бы нам помочь? Ну, я слушал кое-какие слухи, когда тебя искала. Надо кого-то об этом, я ничего вообще не слышал. Ничего вообще. Ну, это немного странно. Мне кажется, что это ловушка сейчас может быть. Ну, в смысле, как бы, публичное, конечно, объявление я не ожидал бы. Но я ожидал бы, что, по крайней мере, хоть что-то там витало тут в воздухе. Должна быть какая-то причина. Нет, однако, у меня нет никаких мыслей, что это может быть. Ну, тогда пошли и соберем информацию тогда. Да, это все, что мы можем сделать. Ну что ж. Сестра, тогда увидимся. Не унывай. Эллиот. Да и ты тоже. Если вам, ребята, кстати, понадобится моя помощь, обращайтесь, я помогу с чем смогу. Да, большое спасибо. Так, ну, думаю, что мы пока что все обошли самое важное и поняли, что к чему. Да. Похоже, лорд Бау, он все-таки не имеет полную свободу, чтобы делать все, что хочет. Ну да, спецгвардия держит под контроль. Мы город. Да, и то, как они с ними обращаются, это довольно жалко. Ну, в любом случае, нам нужно найти способ, как проникнуть на сомняк. На какак. Сейчас Эллиот скажет. Мне кажется, у меня есть идея. Э? Ну что, правда? Да, но, правда, не уверен, что сработает. Как насчет того, чтобы найти место, где мы сможем это обсудить? Эллиот? Да, конечно. Ну, давай тебя послушаем. Как насчет того, чтобы мы отправились в апартаменты? Пошли. Какие-то. Ну, ладно. Так. Ну, я вижу, куда-то тут подсказали. Кута. В гильдии брейсов. Да, можно было догадаться. Так. Ну, давайте посмотрим. Значит, к Фионе мы сейчас точно обратимся. Так, что у нас с... Окей, тут все хорошо. Так. Временный филиал гильдии. Похоже, что тут все не тронуто. Не, не похоже на то, что за ней следит армия или что-то подобное. Да, Кайри Кун, похоже, уже покинула это место. Покинула это место. Это вот. Хотя, учитывая, что он похож на девочку. Да, и не похоже, что кто-то еще другой использовал это место. Итак, Элит. Ты сказал, что у тебя есть идеи насчет того пути, как проникнуть в особняк. Что, хочешь, чтобы я прямо сейчас об этом рассказал? Окей, окей, окей. Да, конечно. Мне предупреждают, чтобы я готовился, потому что сейчас начнется... Кстати, раз я вспомнил, то мне действительно нужно в одно место зайти. Но она, похоже, не отмечена. Мне бы закупиться парочку бутылками. Книжки. Книжки. Оружие. Да, здрасте. Кстати, тут еще оружием. Оно тут нету. Смотрю книжки. Может, кто-нибудь... Интересные вещи. Так, хилки. Хилки. Возьму 11 штук. Мне еще много хватит. Вот эти большие тоже надо. Ну, не настолько много. Опять, что хватит. В воскрешалке. Таких еще парочку. Так. Надо пойти, наверное, пофармить. Немного бабла. Для экипировки получше. Можно еще продавать ненужные. Это все старые. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот как раз и деньги на экипировку начали. Слушай, где лучше для Курта? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну а потом у нас не было возможности особо... Субтитры сделал DimaTorzok Так, окей, да я понял. Погнали! Ну что ж, вперед! Так, итак, Рин и остальные зашли, собственно, в временный филиал гилдии. И послушали предложение... Диалюта... Выступление... Да, такова моя идея... Ну как бы, все-таки проникнуть в особняк, кажется, действительно будет нелегко... Поэтому я... Поэтому я подумал, а что если бы... Лорд Балан собственной персоной нас туда пригласил и впустил... Думаешь, мы сможем это сделать? Ну, мы слышали... О том, что... Танцоров и исполнители приглашали там недавно, но... Да, как временному руководителю здесь... Похоже, у него очень много стрессовых ситуаций... Да... И таким образом получается, что у нас вот есть эта дыра... Которая может помочь нам... Войти... И это, собственно, дыра, которую он использует для того, чтобы выпустить пар... Да... И сила музыки... Может быть, действительно, нашим билетом... Понятно... Эта цвета может сработать... Эллиот, зная тебя... Ты же в каком-то смысле довольно знаменитый... Эллиот, не так ли? Ну, разве... Это не рискованно? Ну, да... Мы довольно все-таки заметные... И шанс... Эээ... Эээ... Того, что... Нас поймает... Спецгвардия... Очень высоки... Но, тем не менее, я хочу, чтобы вы мне доверились... Эта страна на грани войны находится... Оно проклятое... И... Полно застоев... Ну, поскольку музыка не связана ни с чем с этим... Я считаю, что она может исцелить... Людей... И резонировать с ними... Вперед... Ну, само собой... Это я буду тем, кто будут... Выступать... Ну, вам не нужно всем рисковать со мной... Так что... Если это сработает, отлично... Если нет, то... Господи... Ну, не начинает их говорить... Прямо как инструктор обычный... Да... Влияние Рина... Само собой... Мы пойдем с тобой... Да... И наконец-то начала понимать, что такое красота... Благодаря твоим выступлениям ранее... Да... Я думаю, что это увеличит наши шансы довольно сильно... И... Как бы мы... И с другой стороны... Мы как бы вообще не можем отпустить тебя лишь одного... Ты что? Согласен... Мы все будем помогать с этим выступлением... Так что... Давай сделаем это, Эллиот... Рин, ребят... Спасибо... Возможно, это было глупо с моей стороны, но... Но, Рин... Разве ты... Не играл на... Рюту? В лютни? Ну... Знаешь... На самом деле, у меня как бы не было особо времени... С времен гражданской войны... Хе-хе-хе... Ну, в этот раз мы действительно не можем проиграть... Ну, сперва нам нужно найти инструменты... Затем усердно потренироваться... Чтобы убедиться, что... Мы... Сможем... Вот что-то... Путное... Сыграть... Хе-хе... Ну, это и есть... Клинок... Эллиот, в конце концов... Окей... Да, но... Практиковать навыки очень важно... Ну, да... Выступление через жопу сделанное... Вряд ли... Ну, собственно, зацепит ухо лорда Балланда... Ну, тогда как... Ну, тогда как насчет того, чтобы я помогла... Ну, саму саму... Сестра? Простите, что подслушала... Конечно, давно... Дальника мы этого не делали... Но... Не позволишь ли мне помочь... В конце концов... Я... Эээ... Во время написания... Твоего последнего альбома... Я была... Ммм... Как это называется... Эээ... Эээ... Ну, короче, я ее составлял компанию... Помогала, короче... Привет, Магал... Ну, точно... Спасибо, сестра... Думаю... Я думаю, что мы справимся... Эээ... 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 И, как бы, немного для... Уверенности... Кх-кх... Эээ... Алтина-тян... До меня слухи доходили... Что у тебя потрясающий голос... У-у-у-у... Еееееее... Ну, все... Это будет превосходно. И таким образом Лин с командой отправились на Соборную площадь. Они получили разрешение от эпископа. И там репетировали, короче, снова и снова. Да, намечается веселье. Эх, в последнее время не особо люблю ходить по магазинам. Что ж мне делать, а? Это все песни. Какая прекрасная мелодия. Да, и голос этой девушки что-то действительно трогает. Рейка счастлива. Прекрасно. Сейчас заплачу что-то там. Прекрасно. 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 спасибо это был черный кролик и рыжий спасибо что послушали да уж алтина сейчас сгорит от стыда браво было великолепно никогда бы не ожидал услышать такую прекрасную музыку да теперь четко куда все более легко с чувствовать что ли хорошая работа ребят спасибо как-то это сработало я не знал смогу ли я справиться с этим за такой короткий срок извини за это но я подумал что ты определенно сможешь это было потрясающе а да ты хорошо тут сочеталась с этими двумя профессионалами хорошо поработал антины вижу уроки директора купились это правда но дело было не только в этом лет действительно сильно вырос путь музыки который ты выбрал ты был прав все это время не так ли но я же могу надеяться я еще только делаю первые шаги все таки музыканты можно вас отвлечь вот и она пришли быстрее чем я думал мы являемся личной охраной определенного человека и нам только что понравилось ваше выступление на самом деле мы хотели у вас спросить кое о чем и таким образом лин рина и компашка собственно значит привели к лорду баланга так они были приглашены в особняк и зашли через заднюю дверь где собственно спецохрана то я не особо следила есть мы внутри прошу прощения ваше превосходительство я привел их но я суждался сейчас ты такое увидишь значит вы музыкант о котором ходят слухи ну что ж тогда пожалуйста наслаждайтесь если что-то понадобится дайте нам знать так стоять барьер все нормально звуконепроницаемое поле установлено нам пришлось импровизировать но похоже все прошло как надо сочнить никто снаружи не услышит что здесь происходит да элиот потише держи себя в руках блин элиот все таки опасный человек с ним лучше не шутить ты то есть этот волос изменился но ты пепельный рыцарь а еще мил дина давно не виделись в лот баунт похоже вы меня поймали я уже не тот кем был раньше с тех пор как я потерял свою должность скажем так я сильно опустился сильно раздражает однако мил дина это было все твоих рук дело ой не я просто наделась поблагодарить вас за то что вы помогли мне найти свой путь во время той конференции остальное вы как бы сами навлекли на себя подумать только что моя не надоедливая внучка вот так вернулась я ничего не знаю о твоей частной армии которая находится сейчас по сути в открытом восстании ну так чё вам надо чё вам надо от меня я как бы не следующий герцог которого вы знали раньше я просто марионетка правительства слушайте не шутить тут с нами вы хорошо знаете зачем мы сюда пришли мы тут чтобы освободить членов торса члена королевской семьи который тут держит торс королевская семья как глупо что вы имеете ввиду да все просто их нет здесь уже было бы хорошо если хотя принцесса здесь была бы чтобы поприветствовать вас значит из королевской семьи это все таки принцесса алфины но их тут нет мы слышали что да ну они их были тут некоторое время они должны были прийти здесь и провести какое какое-то время время но потом по дороге сюда поезде столицы поезда и столицы они поспешно скрылись неизвестном месте секретном месте она и ученица из либера ученица из либера случилась диверсия что ли может быть было обманом они пошли в крепость дрейкно что квартира 4 танковой дивизии где мой отец и и потом баллард их отпустил по добру к хорошему не желаю сугубить ситуацию и арин команда покинули особняк потом они вернулись в гилде и доложили обо всем на макба марк господи и мягче это придумали при тем как сделать запланировать свой следующий ход крепость дрейкнор стало гораздо более хуже ну я уверен что старик сказал нам все что знал да я тоже не думаю что он убрал такой шон видно всегда насквозь значит того кто так кого удерживает в заключении это принцесса алфина и ито принцесса и тита сам сам я думал что ее депортировали из страны в обычном порядке должно быть это как-то связано с эстелла брайт что сейчас в империи ну грубо говоря это их ну с помощью нее они смогут шантажировать ее но я не могу связаться ни с отцом ни с нейтрадом да и зачем они держат принцессу в заключении в крепости то возможно они уже знают что мы идем да да неопределенно они определенно знают вы пришел спасти свою вайфу гад сан вы здесь сара связалась со мной не но не я столицу всю обыскал ради нее но никогда бы не подумал что она в этой огромной крепости похоже вы уже сами узнали о том что поиск перенаправили другое место да тита и принцесса находятся под усиленной охраной в крепости и причита по которой кто-то там и и баллов не могут говорить об этом это потому что что так не может быть они нас проверяют да да они нас проверяют чтобы увидеть какой путь выбрал 7 класс действительно похоже на отца да и нейтрот нейтрот тоже в любом случае крепость дрейкнорд является основным оплотом регулярной армии на юге проникнуть туда будет довольно сложно скорее всего да 4 танковая дивизия самая сильная в империи мы не можем просто так броситься в лоб да но отступиться мы тоже не можем и то и принцесса находится в опасности или у них неприятности тупо мы обязаны сделать что-то чтобы спасти их да точно так же как и в морской столице мы можем мы можем постараться здесь тоже они оба для меня дорогие друзья так что я не сдамся так легко и не оставлю их ну а я как ее опекун да ладно признаюсь я пойду с тобой я пойду с тобой у меня есть свой довольно так неплохой опыт проникновения в военных объектах это устройство похоже у тебя есть какой-то какая-то идея насчет того как проникнуть да однако нам нужно кое чем договориться да а теперь давайте вперед помогите мне ну и что у за планы блин блин да добро пожаловать полагаю это вы уведомли нас о вашем приезде да доставка из сент арка да мы доставили тут товары из ну магазина да припасы что были посланы графом алтухеймом тогда пожалуйста позвольте мне их осмотреть Metal Gear Solid о господи о господи серьезно никаких проблем кстати кстати Waters вы это получили уже своими эхэээх ну клейс за Free нет я тоже к счастью к счастью Разве это не долг Гражданин империи Сплотиться, чтобы защитить свою страну Вам не стыдно перед всеми этими людьми Которые уже прошли базовую подготовку Ой, простите Мы не имели ввиду Неважно Офицер, тут реакция на биосканеры Что? И что все это значит? Что? Я не знаю, это странно Должна быть какая-то ошибка Никаких оправданий откройте немедленно Д Кошка Это как-то связано с доставкой? Простите Должно быть она попала туда Пока мы загружали Да уж это сбило с толку Ладно Начинайте проверку всех контейнеров Да Ладно Больше ничего подозрительного вроде Хорошо постарались Дальше сами разберемся Вы двое Возьмите адвоката Да Спасибо вам Хорошая девочка Иди сюда У меня чуть сердце не остановилось Не буду делать лишь, что это не раздражает меня Но Удачи, ребят Гениально Хе-хе-хе Так Мы попали внутрь Да Оно было близко Я никогда не думал, что это сработает Это твое устройство Как бы Блокирует Биосканер Да Это Сенсор Отмены Маленькое изобретение Тит и ее дедушки На самом деле Эта идея пришла От одного случая Который мы сделали Во время инцидента В Либере И черная кошка Просто превосходно подошла Для Для этого Финта Я думал, что Нас точно Поймает Нужно сказать Спасибо Селин Да Алан Все именно так Как я и слышал На самом деле Он должен был Знать Селин Вроде бы Технически Но Что-то он вообще Как не обратил Внимание Не факт Кстати Скорее всего Обратил Реально И когда мы Видели его Кроссбел Он оказался Немного Каким-то страшным Да Будто его Разум Стал единым Со всем Спец Со всей Спецгвардией Проклятие Это беспокает Но давайте Пока что Это оставим В любом случае Я никого Здесь не чувствую Да Это Служебный Вход Но Это не значит Что он Не под наблюдением Неужели Ладно Важно Погнали Внутрь Дальше Да Мы в общем Подняться Подтуда Вперед Да Что-то Мне это Не нравится Если честно Подписывайтесь 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Рин-сан, ребят, я так рад, что с вами все хорошо И с вами тоже, принцесса, я рад, что хорошо Я так беспокоился Агат-сан, ты и правда пришел Само собой Но раз я не говорил, что я поспешу к тебе в любое место Принцесса и его ученица безопасности Мы их тут защищаем Да, как гостей в этой крепости Мы на верхнем этаже в диспетчерской Если вы хотите освободить Не идите сюда И сделать это своими руками Однако, это штаг-квартира Четвертого танкового дивизиона И хоть мы не особо хотим использовать эти куклы для патрулирования Для того, чтобы добраться досюда Вам придется это преодолеть Своими собственными силами Ну, просто превосходно тогда Мы обязательно придем Подожди, отец А нет, жди меня, отец И Найт-карт Мы не проиграем Да, ни за что С нетерпением жду этого мыса И Торст седьмой класс Будьте осторожны, ребят Богиня, защити их Ну, здорово, то, что они в безопасности Только довольно стойно, что Нас обнаружили уже Похоже, они ожидали, что мы придем в крепости С самого начала Да Они оба хорошо знают седьмой класс И Ну, эти Куклы, короче Вооружение Сильнейшего Отдела армии Будет серьезным препятствием Для нас Насчет того, чтобы я Устроил диверсию Тогда Мне должно быть в состоянии Заманить некоторых из них В крепости И Не нужно беспокоиться Я буду в порядке Ага, рассчитываю на тебя Смотри Зарину И остальными Понял Силфит Сражайся Сколько душе угодно Да Ладно Увидимся Все в порядке, Ирин Давай доверимся нашему союзнику Ну да Она же Егер В прошлом И Брейсер сейчас Она так легко не пойдет Нам стоит использовать Этот шанс Что она создает для нас Пошли Да Понял Ну что Рассчитываю на тебя Агат Впереди нас много врагов Будьте осторожны Да Мы вернем обратно Важных для наших Людей Своими руками Вперед Начинаем Заход Крепости Дрейк Нор Рассчитан На вас Ребят Ну что ж Вперед Так Уже Давай Агат Агат Уже Сто третий Агат 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 Вот Вот и обязательные бои Вот и обязательные бои Господин Элит. Давно не виделись. Четвертый танковый. Сильнейший в империи. Знаете, мне как неловко, когда меня господином вы называете еще. Похоже, вы не отойдете, да? Да. Даже если это ради вас, господин и пепельный рыцарь. Да, как солдаты мы не можем делать исключений. Мы тоже не будем отступать. Да, мы пройдем здесь и покажу своему отцу свою решимость. Мы не проиграем вам, даже если вы сильнейших позовете. Вы так сильны стали. Тогда мы покажем нашу решимость генералу. Перед боем с республикой мы сражались с солдатами. В сознание которых как будто что-то вторгнулось. Вторгнулось. А также со странным оружием. Мы покажем вам, за что. За что борется гордый четвертый танковый дизион. Вперед! Мы не проиграем. Да, покажите все, на что вы способны. Видео. Илья, потому что он не настолько мощный. Что делает? У меня не проиграем. Я слегка подаю. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Казался DimaTorzok Да, в последнее время об этом рассказывают во всех отделах Да, война приближается Нет, по мере приближения войны люди стали меняться все больше и больше Да, и этого офицера, что вы знаете, включая его тоже Но они пали без сознания Что-то должно быть происходит внутри армии в целом Похоже на то Нам нужно быть еще более осторожными от Энни Да Будьте начеку Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Которые куски накопили и их побили. потому что я любимый Настой Быстро Быстро Скоро Авера Ну Проствием Настабили Аверу Аверу � neurot Аверу Субтитры сделал DimaTorzok 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 Что вы все тут забыли, магические солдаты? Этот голос, Аллан. Так, что происходит? Я ничего не слышал об этом. Нам действительно нужно доставать все это для того, чтобы испытать наших торженцев. Если вот эти штуки 4-й бронетанковой дивизии выложатся хоть на секунду на максимум, они превратят их в фарш. Аллан. Ой, черт, а разве ты не выпускник торса? Да. И вот именно поэтому я не понимаю. Уничтожение республики, это же ради будущей империи. Если вы ставите у меня на пути, вы враги империи и бриджетов. Ну и мусор. Ну это проклятие. Инструкторин. Да, нам нужно это сделать. А, с кем мне призвать Валюмара? Вперед, Мюзи. Поняла. Кстати, Волк, да, вот этот смайлик подходит. Пепельный рыцарь. Но не будет серьезным врагом для 4-го дивизиона. Значит, ты будешь бороться до самого конца, Ариен. Тогда я заставлю тебя заплатить. Я тебе не позволил. Давай, Аллан, проснись ты уже. Да, я тебе не знаю. Субтитры делал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА